Добрый день уважаемые подписчики и гости интернет-магазина SatMarket.com.ua В этом видео мы покажем и расскажем о недорогом брендовом и очень удачном Т2 приемнике Sat Integral 5052-T2 Mini. Sat Integral 5052-T2 Mini миниатюрный Т2 приемник, выполненный в пластиковом корпусе и очень похожий на своего старшего собрата Sat Integral T5052 в металлическом корпусе. Данная модель значительно дешевле за счет более компактного исполнения и пластикового корпуса. Поставляется Т2 приемник в комплекте с внешним блоком питания, пультом дистанционного управления, аналоговым 3RCA на 3RCA кабелем, батарейками к пульту и инструкцией. Как и предыдущая модель, Т2 приемник имеет два USB порта, но не имеет дисплея. Для подключения дисплея, которого нет в комплекте, на боковой грани корпуса вместе с USB портом находится разъем для подключения внешнего дисплея. Приобрести его можно отдельно. Итак, подключаем Sat Integral 5052 mini к телевизору, сети питания и запускаем Т2 приемник. В первичном потребуется выбрать удобный язык интерфейса, после чего тюнер автоматически начинает сканирование каналов. Сканирование происходит быстро и Т2 приемник находит все 32 канала. Проверяем работу Т2 каналов. Как видим, все 32 канала отображаются, переключаются очень быстро. Работа происходит четко. Для подключения Т2 приемника к сети интернета и использования мультимедийных функций потребуется подключить Т2 приемник либо к домашней сети Wi-Fi при помощи Wi-Fi адаптера, либо подключить Т2 приемник при помощи USB LAN адаптера. Итак, переходим в пункт системы, настройки сети, выбираем тип сети, проводная сеть, проверяем работу. Проверим работу YouTube. Мы подключаем Т2 приемник к USB LAN адаптерам, это обеспечивает наибольшую скорость соединения. Подключение происходит сетевым кабелем Ethernet. Выбираем первый попавшийся файл, начинаем воспроизведение. Проверяем перемотку. Как видим, перемотка работает быстро и четко. Теперь проверим работу IPTV. Загрузка плейлиста в формате m3u может происходить как локально с USB накопителя, так и через URL ссылку. Загрузим тестовый список через URL. Для этого нажимаем красную кнопку и при помощи экранной клавиатуры вводим путь к m3u файлу. После загрузки списка каналов проверяем их работу. Как видим, даже тяжелые HD каналы отображаются четко, быстро открываются и хорошо воспроизводятся. Прошивку Т2 приемника включен сервис Stalker Portal. Проверим какие функции он имеет. Как видно, можно прописать 4 Stalker портала. Название портала можно редактировать, как и редактировать URL. Мак-адрес отредактировать не получится. Проверяем работу с сервисами Google. Выбираем первый попавшийся файл, начинаем воспроизведение. Как видно, файл запускается довольно-таки быстро и хорошо воспроизводится. Но в данном плагине нет возможности перемотки. Возможно, в следующих версиях программного обеспечения данная возможность появится. На этом все. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok